Хабаровские болельщики наконец-то смогут присутствовать на играх любимых команд. Вступило в действие постановление о частичном снятии ограничений на проведение массовых мероприятий. При этом заполняемость трибун должна быть не более 30% от общего количества мест. На входе в спортивные сооружения необходимо соблюдать социальную дистанцию и проводить термометрию. А зрители в течение всего матча должны быть в масках. Ближайший домашний матч пройдет в эту субботу 26 декабря на льду арены Ерофей. «Сканифтяник» будет принимать иркутский клуб «Байкал Энергия». Между тем в минувшую пятницу «Сканифтяник» завершил серию выездных игр этого года очередной победой, обыграв новосибирский «Сипсельмаш» со счетом 10-3. И это при том, что играл Хабаровский клуб в измененном составе пришлось заменить трех основных защитников. Этот матч однозначно запомнится болельщикам. Павел Рязанцев сумел забить сразу пять мячей в ворота противника. Спортсмен сделал свой перепентотрик и возглавил список лучших снайперов чемпионата России. Субботняя домашняя игра станет заключительным матчем года. Впервые с начала бенди сезона на игру пустят зрители. Этим утром с нами Алексей Дядькин, болельщик хоккейного клуба «Сканифтяник». Доброе утро. Здравствуйте. Алексей, доброе утро. Вот как вы до этого, вот ждем-ждем-ждем субботнюю игру, а до этого в онлайн-режиме, как вы болели, как поддерживали? Ну, никаких особых секретов там или что-то не было придумано. Просто смотрели трансляции. Болельщики, я знаю, собирались у кого-то дома, чтобы было веселее не поодиночке смотреть, а группой, чтобы было веселее, энергичнее. Ну, в общем-то, ничего обычного, смотрели только трансляции. Леш, ну, мы же знаем прекрасно, что ты чуть больше, чем болельщик. Ты прям опытный болельщик со стажем, и ты и фан-клуб возглавляешь, насколько я знаю. Вот есть ли между болельщиками, фан-клубом непосредственная прямая связь с игроками? Встречаетесь ли вы, о чем-то разговариваете? Ну, конечно. Ну, во-первых, есть мероприятия, которые официально проводятся клубом, да, просто, к сожалению, в этом году проведение таких мероприятий по понятным причинам не было возможно. Ну, так или иначе, безусловно, люди общаются, особенно сейчас при наличии социальных сетей, да, границы для общения, для знакомства, они очень сильно расширены. Поэтому, да, люди общаются, знаю, что кто-то там даже встречается, проводит вместе время. Безусловно, это есть, конечно. А насколько сами игроки охотно идут на связь, на контакт, насколько они открыты, что игроки, что тренерский штаб, например? Все достаточно открыты, но просто надо учитывать, что у спортсменов довольно сложный график и тренировок, и переездов, и все мы знаем, что перед ответственными играми лучше спортсмена не трогать лишний раз. А вот когда игра проходит в оффлайн-режиме уже, когда зрители вживую наблюдают за игрой, слышим мы кричалки. Вот эти кричалки, они как рождаются? Их заранее заучивают, они заранее подготовлены, или это вот от сердца, от души идет? Может быть, одобрение какое-то есть, или как это происходит? Бывает совершенно по-разному. Конечно, бывают кричалки, которые заранее готовят люди, придумывают. А бывают те, которые рождаются непосредственно на трибуне, под всплеском эмоций каких-то. Они бывают не всегда и приличные, будем так говорить, но главное, чтобы они были направлены на поддержку своей команды. Есть какие-то ограничения, в хорошем смысле слова, цензура, которую устанавливают для себя сам фан-клуб, например, сами болельщики, или руководство клуба говорит, ребят, ну вот такие кричалки, ну не очень надо. От руководства клуба таких пожеланий никогда не было, ну, в принципе, среди болельщиков такой какой-то внутренней цензуры нет, но есть определенные требования регламента проведения соревнований о том, что нельзя оскорблять участников соревнований, да, это является нарушением, и вследствие этого клуб может понести какую-то ответственность, поэтому, естественно, все это понимают и границы соблюдают. Ну, то есть традиционная кричалка про судью, она как бы не в ходу. Да. Вот любой фанат, любой болельщик, как правило, приходит на матч, и у него есть что-то, одно или прям целый набор чего-то с атрибутикой любимого клуба, это шарфы, это джерси у кого-то в полный рост, у кого-то это шапка, значки, вот это все на играх, а в обычной жизни вообще болельщики носят все это? Да, безусловно, носят, ну вот я, видите, пришел в футболки, причем это футболка, которая не является официальной продукцией клуба, это болельщики сами, скажем так, заказали, объединились. Безусловно, носят, и я считаю, что это дело действительно нужно, это, в общем-то, ведь продвижение нашего клуба, продвижение спорта в целом. Сейчас, вот, к сожалению, очень популярен или необходимый у нас атрибут, как маска, да, вот, видите, и, конечно, можно показать, да, конечно, вот клубная маска, сейчас везде стараюсь ходить именно в ней, хотя у меня есть и другие, естественно, для того, чтобы еще раз напомнить о том, что у нас какая-то замечательная команда в нашем городе. И не только с маской вы пришли, так, давайте все покажем, значки. Да, я, есть одно из моих увлечений, это коллекционировать значки, посвященные теме хоккея с мячом, здесь вот небольшая часть, это значки, которые посвященные нашему клубу, нашей команде Сканифтьяник, здесь примерно собраны за период 20-летнего срока, значки. А там вот какой самый старый значок? Самый старый, вот он самый первый, когда вся команда, ну, команда назвалась Скай, был просто армейский спорт везде, тут для отделения, что-то хоккей с мячом, просто Скай, Хабаровск, даже невозможно определить, какой его возраст, ну, советский период. А что еще коллекционируешь? Что еще есть в коллекции? Какие-то есть экспонаты, которые вызывают прям вот особую голову? Ну, основной упоренно на делу все же на значках, ну, есть у меня несколько клюшек с автографами команды, ну, специально за этими вещами, естественно, не гонюсь, ну, храню, скажем так, да. Есть, ну, календари, скажем так, справочники, которые выпускаются. Один из памятных, у меня, наверное, самый памятный экспонат, это так случилось, что уже 18 или 19 лет назад в Москву я летел вместе с нашей командой Сканифтьяник, они летели на этап Кубка России в Казань, и так получилось, что мы летели одним рейсом, для меня было неожиданностью, и, ну, я решил собрать автографы тогда, ничего не было подходящего, была 10-ти рублевая купюра, и вот тогда игроки из команды мне расписались, вот она у меня в коллекции, эта десяточка лежит. Вот один из таких памятных, скажем так, памятных вещей. Ну, я была сама по себе уже. Ну, да, да, действительно. А есть ли вообще для болельщика какой-то особый предмет, вот за которым, ну, скажем так, в хорошем смысле охотится этот болельщик, да, вот какой-то предмет, который должен быть в коллекции? Может быть, это мяч, это, может быть, это непосредственно джерси одного из игроков? Ну, да, наверное, в последнее время очень популярны свитеры игроков, именно игровые. То есть есть ряд людей, которые коллекционируют, прям достаточно у них есть большие коллекции этих свитеров. Я, правда, не знаю, они занимают порой несколько шкафов или могут всю стену в комнате занять, но действительно есть такие ребята. Алексей, вот в субботу болельщики увидят наконец-таки игру живьем. Какие ожидания? Ну, ожидания просто увидеть действительно игру живьем, окунуться в эти эмоции, которые мы уже забыли, да, уже в марте месяце, если я не ошибаюсь, была последняя игра. Посмотреть живую на команду, на игроков, поддержать их, пообщаться друг с другом, потому что с некоторыми мы встречаемся только на играх, так или иначе график жизненный у всех свой. Поэтому ожидания самые положительные. Все кричалки вспомнили? Я думаю, что в процессе они вспомнятся. Наших зрителей мы также приглашаем абсолютно всех поддержать нашу команду, потому что игра предстоит достаточно серьезная. Напомню, мы играем с Байкал Энергией, поэтому приходите, поддерживайте. Да, пусть 30% ограничения на заполняемость трибун, но все-таки ваша поддержка нашим ребятам очень нужна, тем более, что они очень по ней соскучились. У нас в гостях был Алексей Дядькин, болельщик хоккейного клуба «Сканевтяник». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!